Мы, Стивена Карпмана, при помощи и сотрудничестве с Украинской Ассоциацией Транзактного Анализа, просим любить и жаловать. Здравствуйте, уважаемые гости Альфа-феста. Меня зовут Зарина Севальнева. Я президент Украинской Ассоциации Транзактного Анализа. Я с радостью хочу сказать вам, что в нашей ассоциации свершилось большое событие. К нам приехал классик Транзактного Анализа, мастер Транзактного Анализа, Стивен Карпман из Сан-Франциско. Стивен Карпман был участником вечеров по вторникам вместе с Эриком Берном и работал вместе с Эриком Берном, на которых разрабатывался Транзактный Анализ. Спасибо, коллеги. Спасибо, Стивен Карпман. Стивен Карпман разработал... Эрик Берн разработал теорию Транзактного Анализа, А Стивен Карпман придумал первый инструмент для того, чтобы пользоваться Транзактным Анализом и применять его. АПЛОДИСМЕНТЫ Другие, я продолжу. Меня зовут Наталья Исаева, я член Украинской ассоциации Транзактного Анализа, одна из организаторов приезда Стивена Карпман из Украины. Значит, продолжим. Стивен, перед началом попросил нас немножко по-русски рассказать вам, для тех, кто не знает, что такое треугольник, драматический треугольник. Ну, я хотела спросить, вы знаете, что такое драматический треугольник? Да! Обязательно. Нет! Не знаю. Ну, для тех, кто не знает, это действительно был первый практический инструмент Транзактного Анализа, который позволил проводить именно практическую работу с клиентами, ну и с группами тоже. Значит, драматический треугольник состоит из трех ролей. Жертва, преследователь и спасатель. Значит, в процессе психологической игры мы все время можем заходить в одну из ролей, в игру с одной из ролей, или в жертву, или в преследователя, или в спасателя. И по ходу пьесы мы переключаемся, и с жертвами мы можем переходить в спасателя, а потом в преследователя и так далее. Мне сейчас очень неловко при авторе треугольника рассказывать о треугольнике. Поэтому, если вы позволите, мы передадим слово Стивену Карпову. Я хочу дополнить, что сейчас драматический треугольник применяется фактически в любой сфере нашей жизни. Когда мы исследуем игры в семейном консультировании, в бизнес-консультировании, в психотерапии, мы всегда используем для анализа игр, всегда используем драматический треугольник, как самый простой инструмент. Один маленький технический момент. Лекция будет чуть-чуть дольше, чем написано в программе, соответственно, следующий блок чуть-чуть сдвинется. Просим вашего понимания. Я думаю, что эта лекция Стивена это вас стоит. Спасибо. Меня зовут Стив Карпман. Я не 100 лет. Мне не 100 лет. Я очень благодарю Зарину и Украинскую Ассоциацию Транзактного Анализа за то, что они пригласили меня сюда. И я благодарен вам за то, что вы выделили для меня время для моей презентации на этом чудесном фестивале. Я хочу, чтобы у нас сейчас произошел небольшой переход от танцев, от левого полушария к правому. Я буду говорить о науке и о том, как наука разработала такие идеи, как драматический треугольник. Мне повезло. Я приехал еще в молодости в Сан-Франциско и участвовал в семинарах Эрика Берна. Я учился в то время у Эрика Берна, у Фритца Перлса и у других не менее известных людей. Поэтому я хочу немножко рассказать о семинаре Эрика Берна и о тех правилах, по которым он проводил свои семинары. И я хочу показать, как это связано с тем, как я разработал теорию треугольника. И я, прежде всего, хочу сказать, что я очень рад быть в Украине, быть в этой области, недалеко от России, Украина. Мой отец родился в России. И он приехал в Америку и стал психоаналитиком. Можно сказать, что он привез науку из России с любовью в Америку. А я теперь хотел бы тоже принести науку, некоторую область науки из Соединенных Штатов в Украину. Часто люди интересуются, как я разработал теорию драматического треугольника. И я поэтому хочу изобразить несколько треугольников, которые предшествовали этой теории. Я хочу, во-первых, рассказать историю, которую, может быть, некоторые из вас знают. Драматический треугольник произошел из тридцати страниц моего анализа футбольных игр и баскетбольных игр. Я любил изображать разные диаграммы. Как один человек движется в одном направлении, потом меняет свое направление, движется в другом. Я сам играл в баскетбол и тоже использовал определенные приемы. Сначала двигаясь в одном направлении, потом большой рывок в другом направлении. И потом рывок в третьем направлении и гол. Я изображал эти хода в игре. И я также посещал футбольные игры в Сан-Франциско. И я изображал разные позиции и движения, которые предпринимали квотербэки и принимающие. То есть, я таким образом набросал около тридцати страниц. И я пытался все свести к одной диаграмме. И связать это с учением Эрика Верна. Now the final, the next to the last triangle had four corners to it. The top corner was the trickster. The trickster was pulling all the strings and getting people to move back and forth. Это, как можно сказать, раздающий. Тот, кто управляет игрой, тот, кто дергает за ниточки и распределяет то, что должен делать во время игры. But eventually I put the trickster into the triangle. Но потом я включил его в треугольник. And drew the switches along the triangle. И изобразил переключение по ходу треугольника. Now in time the triangle simplified. То есть, я таким образом упростил треугольник. And in order to clarify things, И чтобы все стало более четким и понятным, I drew the conversations along the lines. Я изобразил связи, как бы информацию передающуюся по этим линиям. I didn't know how to draw your sign for a victim. Должна быть буква Ж, изображающая жертву, сверху преследователь и спасатель. Допустим, жертва дает послание спасателю. Ты единственный в мире, кто может мне помочь. And the rescuer says, of course, you have so much potential, I'll help you. И спасатель, в свою очередь, говорит, да, конечно, я с удовольствием помогу тебе. And then I draw the switch on the outside. И также я изобразил переключение снаружи. It was up to me to clarify all the different triangles. И таким образом я прояснил, добился четкости в разных треугольниках. But one of the important things is that I did not try to control the triangle too much. Но после этого я уже не старался слишком контролировать существование треугольника. So if you look on Google, you'll see 50,000 references to the triangle. Поэтому если вы сейчас посмотрите в Google, то вы увидите 50,000 ссылок на треугольник. And almost everybody draws it a different way or uses it a different way. И каждый, кто использует треугольник, изображает его немножко по-разному и использует немножко по-разному. So that's lesson number one in diagram making. И так обычно и происходит, если вы изображаете какую-то диаграмму. И в науке не нужно проявлять слишком много контроля. Потому что у других людей могут появиться идеи даже лучшие, чем ваши. I'm not sure how it ever got the name Cartman's Triangle. Я не знаю, как появилось это имя, треугольник, название треугольник Cartman. But Eric Byrne was a physician. Eric Byrne сам по себе был доктором, врачом. And there's a little triangle down here where you come in to make an appendix operation. И если делается операция аппендицита, то появляется такой маленький треугольничек. It's called Hasselbeck's Triangle. Hasselbeck's, the name of the person. Now Eric Byrne was a very funny person, so he thought he would name this Cartman's Triangle. And then it spread, and I had no idea how much it was spreading. Until I looked on Google in 1997, I mean, 2007, and saw 50,000 references. So I said, well, this must be something. So then I started developing the different variations of the triangle. Because it was my baby, and it was up to me to do it. Now I have a diagram here that I drew, that the triangle is the result of many triangles. This is my father, this is my mother, and this is Steve. My father was a very disciplined scientist. So I was very disciplined in making the triangle to get it just right. Now my mother was Spanish and very playful. And so I took some of that playfulness. And I was the youngest in my family. And my mother also came from a very strict family. So she wanted me to be a rebel child. And every time I got kicked out of school, she thought it was real funny. I got in a lot of trouble in school. Small stuff. But it all showed up on my report card. All the way through school, grammar school and high school, I got D's on deportment. Every single report card said that I was too mischievous for the class.